Рак молочной железы – самое распространенное в мире онкологическое заболевание. В России он ежегодно поражает свыше 60 тысяч женщин. Однако, благодаря раннему выявлению опухоли, смертность за последние годы существенно снижается. Рак молочной железы дает болевые ощущения только на поздних стадиях. Поэтому, если вдруг заметили, что контур одной молочной железы вдруг стал выпухать, то нужно срочно бежать к доктору. Появление лимонной или апельсиновой корки. То есть, молочная железа, кожа молочной железы как бы втягивается в каком-то месте. Кроме того, втяжение соска с одной стороны – это тоже один из признаков. И появление выделений из сосков, часто самопроизвольных, либо при надавливании на сосок, особенно если появляются геморрагические кровенистые выделения, надо срочно обследоваться. Для развития этого заболевания есть несколько факторов. Например, низкая физическая активность, аборты, вредные привычки и даже наследственная предрасположенность. Кроме того, этот вид онкологии может развиваться даже у мужчин. Если мужчина замечает увеличение молочных, грудных желез, то нужно экстренно обратиться и разобраться причину, чтобы не запускать это дело, чтобы не допустить до хирургического лечения. Регулярные медицинские осмотры – уверенность в будущем. Поэтому специалисты рекомендуют женщинам всех возрастов делать УЗИ и проходить маммографию. Этот процесс стал еще удобнее с появлением нового оборудования на нашем курорте. Женщина в возрасте от 40 лет может проходить диспансеризацию ежегодно. Для профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний молочной железы женщину направляют на маммографию. Обследование проводится один раз в два года. По результатам этого обследования при выявлении отклонения от нормы женщину направляют на второй этап диспансеризации уже к узкому специалисту для уточнения диагноза, для определения дальнейшей тактики. Помимо прочего, для профилактики заболевания медики рекомендуют полноценный 8-часовой сон, а также лучше исключить стрессовые ситуации. Помните, что ранняя диагностика и своевременное лечение – залог сохранения не только красоты, но и здоровья. Никита Васюхин, Михаил Григорьев. Анаприем.